Христос воскресе и смертный, смертью, 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 по врагу, пресущему, храбевшему, дорого. Фестиваль духовной музыки «Салют Победы» проходит впервые. Стартовал в Керчи в день освобождения города, 11 апреля. Участники коллективы из Симферополя, Керчи, Джанкоя и Москвы. Это хор музыкального училища, женский камерный хор Терратаврика. Это хор детско-юношеский из Керчи, из лицея искусств. Хор детско-музыкальной школы города Джанкоя, духовной музыки, антем. Волшебная свирель, хор детско-вокального отделения первой музыкальной школы. И хор инструментального отделения школы искусств имени Милия Балакирева из Москвы. В фестивале принимают участие воспитанники единственной в Крыму керченской хоровой школы и хоровой капеллы мальчиков и юношей «Родник». Для многих ее представителей хоровое пение больше, чем просто увлечение. Очищение, да, безусловно. И в какой-то мере даже воспитание, воспитание своей души, воспитание своего внутреннего «я». У нас лицея искусства в городе особенная. У нас соединены садик, школа и музыкальная школа. Ну, как бы, все вместе соединено. Садик тоже начинают приучать. Либо танцевать, либо петь. Мы поем духовную музыку очень много. Мы в воскресенье, например, мы на службу иногда ходим, литургии репетировать. Священнослужители говорят, название «Салют Победы» выбрано не случайно. Фестиваль проходит в канун 70-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также непосредственно в те дни, когда церковь празднует Победу жизни над смертью. Что такое воскресенье Христова? Это подарок мира Христову всему человечеству. Что такое мир Христов? Это не только, как мы молимся или какую литературу мы читаем, но и то, что мы слушаем, то, что мы воспроизводим. И вот эти дети занимаются, готовятся и воспроизводят, на самом деле, великолепную духовную музыку. В Севастополе юные участники фестиваля посетят православные храмы и историко-мемориальный комплекс «35-я береговая батарея». Закрытие фестиваля также пройдет в нашем городе. Его наметили на четверг. Наталья Данилова, Анатолий Паньков, Севенформбюро.